Здравствуйте! Мы продолжаем нашу серию обучающих видео по решению систем дифференциальных уравнений в среде MATLAB. В прошлом ролике мы рассматривали опции общего назначения, но не всем. В стороне остались две опции, о которых речь пойдет в этом ролике. Первая из них позволяет выполнять какие-то команды или даже целые скрипты прямо в процессе расчета решения системы дифференциальных уравнений. А вторая позволяет отслеживать события. Эти опции никак не завязаны ни на численные методы, ни на типы задач, но их использование расширяет возможности и удобство использования решателей в составе других скриптов, да и не только. Обсудим их области применения и покажем пару красивых примеров. Итак, продолжим наше погружение в мир решателей ODE. Начнем же с опции отслеживания событий. Для этого служит опция Events. Она позволяет отслеживать события по заданному условию. Давайте посмотрим, что же эта опция может делать. Сначала разберемся с синтаксисом функционалом, а потом порассуждаем о применении событий. В качестве параметра этой опции передается функция, которая должна содержать всю информацию об отслеживаемом событии. Ну или о нескольких событиях. Обратите внимание, что используется освещенный нами в первом ролике оператор собака. А вы уже разобрались с оператором собаки? Ну, конечно же мы верим в вас и считаем, что вы разобрались. Как построить функцию событий? На рисунке показан типичный синтаксис такой функции. Она должна иметь как минимум два аргумента. Это текущее время или в данном случае аргумент t. И текущий вектор компонент решения x. А вот возвращаемых значений должно быть три. Position, Terminal и Direction. Давайте рассмотрим их подробнее. Position записывается в урожение, которое равно нулю при совершении события. Например, если вы хотите отследить момент, когда третий компонент решения равен какому-нибудь числу c, то условие будет выглядеть так, как показано на рисунке. Второе выходное значение, это из Terminal, может принимать два значения, ноль или единицу. Как можно догадаться из названия, если из Terminal это единица, то после попадания на событие расчет прекращается. А если из Terminal ноль, то расчет, соответственно, продолжается. Третье выходное значение, Direction, отвечает за динамику изменения значения Position. Если Direction единица, то событие считается состоявшимся, если Position равен нулю, и само значение Position при этом возрастало. Если Direction минус один, то значение Position должно убывать, чтобы событие считалось состоявшимся. А если Direction ноль, то событие считается состоявшимся вне зависимости от возрастания или убывания Position. На рисунке показано четыре примера различных комбинаций параметров из Terminal и Direction. Ну, хорошо. Мы событие задали. Теперь хотелось бы получить значение решений в точках, соответствующих событиям. Как? В прошлом ролике мы узнали, как информация решений и системы дифференциальных уравнений записывается в виде структуры MATLAB. Эта структура имеет свои поля, о которых вы можете узнать о схлопах. При включении опции Events к стандартным полям добавляются поля XE и YE, относящиеся к событиям. Они нас и интересуют. XE это значение аргумента в момент события, а YE это вектор значений компонент решения в момент этих же событий. Посмотрим, как это выглядит в скрипте. В качестве системы дифференциальных уравнений возьмем задачу движения шарика с сопротивлением воздуха. Задаем начальные условия, задаем интервал времени, решаем. Давайте запустим скрипт. Вот график перед вами. Теперь давайте добавим события. Добавляемые события это обнулиние координаты X2, вдоль которой действуют силы тяжести. Задаем Position, расчет не останавливаем, поэтому из Terminal 0. И направление движения нам сейчас без разницы, поэтому Direction тоже 0. Вот мы сформировали функцию событий. Зададим опцию соответствующим образом и отобразим на графике события в виде точки. Запустим скрипт. Работает. Теперь давайте изменим из Terminal на 1 и запустим скрипт. Как видим, решение на этой точке обрывается. Мы рассмотрели отслеживание одного события. А как быть с несколькими? Отслеживать несколько событий можно, задавая все возвращаемые значения в виде векторов-столбцов. Порядковый номер тут соответствует событию. Давайте это посмотрим на примере. Здесь два события. Первое это обнуление компоненты скорости X4. А второе событие это обнуление координаты X2. Давайте запустим скрипт. Два события отобразились. Теперь, например, давайте остановим счет, когда случится второе событие. А когда случится первое, останавливать не будем. Изменим вторую компоненту из Terminal с 0 на 1. Запустим скрипт. Работает. Далее давайте посмотрим работу Direction. Если поставим Direction равен 1, например, для второго события, то в нашем примере оно не будет отслеживаемым, так как значение вертикальной координаты, очевидно, снижается. Проверим это. Давайте запустим скрипт. Как видим, это событие пропущено. Вот как-то так работает отслеживание событий. Остановка вычисления при выполнении определенных условий поможет вам сократить машинное время, а также позволяет реализовывать что-то вроде примера, который вы сейчас увидите. Посредством опции Events реализована механика отскакивания шарика от стенок. С помощью отслеживания событий расчет останавливается по достижению стенки. Формируются новые начальные условия, после чего уравнение решается заново до тех пор, пока не будет достигнута следующая стенка. И так по циклу. Скрипт данного примера выложен в нашем репозитории, ссылка на который будет в описании к этому видео. А как вам видится использование опции отслеживания событий? Пишите о своих мыслях в комментариях к этому видео, а мы тем временем продолжаем. А теперь посмотрим опцию, которая позволяет выполнять команды и скрипты в процессе работы решателей. Сперва мы разберемся с синтаксисом, а потом порассуждаем о ее применении. Это опция Output FCR. В качестве параметра она принимает ссылку на функцию, которая должна выполняться в процессе работы. Эту функцию можно писать самому. Однако есть уже несколько встроенных функций, к которым можно обращаться без объявлений. А именно, можно сразу строить графики всех компонент решения от времени, задавая функцию ODE Plot. Строить графики первых двух компонент решения посредством ODE FAS2, что даже название намекает на фазовый портрет. Обратите внимание. С помощью команды ODE FAS3 строится тоже, только не для двух, а для трех первых компонент решения. Важно отметить, что все перечисленные функции добавляют точки на график в процессе вычисления. А если вам хочется видеть решение на текущей итерации в текстовом виде, то для этого есть ODE Print, который как раз и печатает текущее решение в Command Window. О том, по какому шаблону и как писать свои функции, мы поговорим чуть позже. Давайте посмотрим, как задавать Output Function в скрипте на конкретном примере. Переменную опцию через ODE Set запишем в параметр Output Function функцию ODE Plot через оператор Собаку, как и при рассмотрении предыдущей опции Events. В качестве решаемой системы выберем уже известный нам по предыдущему ролику уравнение Эйлера. Даже название функции, заметьте, такое же. Запустим скрипт. Заметьте, мы не использовали команду Plot. Сама функция ODE Plot построила график. А теперь посмотрим работу ODE FAS. Сменим ODE Plot на ODE FAS и запустим скрипт. Работает. Не сказал бы, что рисует красиво, однако вы в любом случае можете написать свои функции для отображения, которые вас эстетически устраивают. И уже скоро вы узнаете, как их написать. Обратите внимание, что ODE Plot рисует сразу все компоненты решения. А ODE FAS 2 рисует график из первых двух компонент среди всех. А если вам нужно, например, только одно решение отобразить, или из 100 компонент решения стомерной какой-то системы, вам нужно отображать и отслеживать только пару штук. На помощь приходит функция Output Cell. Она задается в паре с Output Function. С помощью нее вы можете выбирать, какие компоненты решения попадут в выходную функцию. Вы задаете вектор строку номеров желаемых компонентов. Более того, вы можете формировать их порядок следований. В случае ситуации, показанной на рисунке, функция ODE Plot нарисует только четвертое и второе решения. А функция ODE FAS 2 по опции Апсис будет откладывать X4, а по оси Ординат X2, а не X1 и X2, соответственно, как это было бы без использования опции Output Cell. Посмотрим это в скрипте. Добавим функцию Output Cell с параметром 1 и нарисуем ODE Plot. Отобразился один график со знакомыми очертаниями по предыдущему ролику. Ну и, наконец, переходим к вишенке. Как формировать свою кастомную функцию, чтобы она вызывалась в процессе работы решателя из семейства ODE? А вот так, как показано на рисунке. В качестве аргументов этой функции следует задавать T, текущий аргумент. Далее следует задать X. Это вектор компонент решения. При этом, если опция Refine больше единицы, то T будет представлять собой вектор строку, чья длина будет равна значению Refine. А X будет матрицей, где количество строк будет равно количеству компонента решения. На количество столбцов в значении опции Refine. Третьим аргументом является Flag. Перед началом расчета в этот аргумент передается значение init. После каждой итерации вычисления передается значение пустое. А после завершения расчета передается флаг данных. Таким образом, имеется возможность настроить функцию таким образом, чтобы что-то происходило при инициализации, что-то после каждой итерации, а что-то, соответственно, после всего вычисления. Механику с флагами можно реализовывать, например, через SwitchCase. Но это уже кому как нравится. Функция должна возвращать переменную статуса. Ее значение должно быть либо 0, тогда вычисления продолжатся, либо 1, тогда работа решателя остановится. Например, функция может иметь вот такой вид. И что с ней делать? Вот тут и раскрываются возможности рассматриваемой опции. Можно, например, реализовать остановку расчета по нажатию, скажем, кнопки. Можно самому прописать сложное событие, которое не пропишешь в рамках функционала опции Events. К этому еще можно прикручивать графику, учтять какие-либо промежуточные величины или критерии, к которым может быть тем или иным образом прикручена оптимизация. Можно проверять начальные условия, и не начинать, например, с заведомо ненужный расчет. В общем, область применения ограничена лишь вашей фантазией. Давайте рассмотрим простой вариант реализации кастомной Output Function в живом скрипте. Вот так выглядит функция. Перед началом вычисления она должна написать начало. В процессе должна писать выражение, заданное здесь. А в конце должна написать конец. Как хотели, так и получили. Функции ODE и их опции можно, очевидно, использовать и в App Designer. Рассмотрим такой пример. Здесь, через Output Function, реализовано отображение текущего решения прямо во время вычисления. Также реализована кнопка остановки. Также можно изменить начальные условия и запустить еще несколько вычислений. Другой кнопкой можно очистить поле графика. Если вы хотите узнать про App Designer, то сейчас на экране появилась ссылка на видео по нему. App Designer нужен. Осваивайте App Designer. Этот несложный пример будет выложен в открытом доступе. На нашем репозитории ссылка на который будет в описании к этому видео. Хотите более продвинутых и сложных демок? Ставьте лайк этому видео. А чем больше лайков будет здесь, тем сложнее и качественнее демки будут в наших обучающих видео. Все очень просто. Вы нам лайки, мы вам демки. Вот и подходит к концу этот ролик. Мы наконец-то подступили к решению жестких и неявных систем. И об этом в следующих роликах как раз и будем говорить. На наших сайтах есть материалы по самым разным темам. С нами можно также связаться. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok